Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Формула «Право» в эфире. С вами я, Анастасия Ибрайчева, ведущая программы. Обсуждаем мы сегодня тему защиты прав потребителей. У меня в студии гость Антон Недзветский, сопредседатель Союза потребителей России. Антон, приветствую. Здравствуйте. Итак, защита прав потребителей. Тема такая обширная, потому что потребитель, с одной стороны, каждый из нас. Вот в любой момент, когда мы идем в магазин, приобретаем себе продукты, приобретаем себе что-то для своего жилья, и я сразу хочу нашим слушателям напомнить, что говорит закон о том, какие же отношения являются отношениями по защите, соответственно, прав потребителей. Это отношения, когда гражданин приобретает либо у организации, либо у индивидуального предпринимателя работы, услуги, товары для своих личных бытовых нужд, то есть не связанных с предпринимательской деятельностью. Для личных бытовых нужд, ну, масса всего, мы приобретаем постоянно, являемся пользователями услуг, у кого есть автомобили, соответственно, автосервисы, да и сам автомобиль, и качество этого автомобиля, все, что касается нашего питания, все, что касается обеспечения нашей жизни, одежды, ну, такие минимальные вопросы. Да, есть, в общем, и более крупные вопросы, например, приобретение, опять же, для себя жилых помещений. Это уже дорогостоящий вопрос, который тоже подпадает в сферу действия этого закона. Да, Антон, как вы? Совершенно верно. Я бы добавил еще, что закон распространяется на те отношения, которые возникают не только в связи с приобретением товара, работы или услуги, но и в связи с намерением человека приобрести товар, работу или услугу, или с непосредственным использованием, даже если он не является прямым приобретателем. То есть, ну, человек все равно пользуется правами потребителей, таких обязательств, даже если не он заключил договор, а только использует товар, работу или услугу. Я напомню нашим слушателям телефон-студии 6510-99-6, код Москвы-495. Напомню, что вы можете позвонить нам по телефону, задать ваш вопрос, комментарий, высказать свое мнение по поводу защиты прав потребителей, насколько работает у нас и сам закон о защите прав потребителей, и как это реально происходит. Мы сегодня, напомню, обсуждаем этот вопрос с Антоном Ницветским. И, кстати, можно комментарий написать еще на сайт Финам.фм. Вот по поводу пользования, раз уж мы говорим о правовой составляющей, хочу сказать, что именно постановление Пленума Верховного Суда, посвященное применению закона защиты прав потребителей, которое летом этого года, в конце июня, состоялось, он как раз говорит о том, что если человек является законным пользователем, например, наследником, грубо говоря, один человек купил телевизор, второй его унаследовал. Или второй вариант, один купил телевизор, продал его другому человеку, другому гражданину, он тоже должен быть защищен вот этим вот законом. А какие, Антон, скажите, а какие привилегии или какую защиту реальную вот вы лично в этом законе видите? Ну, закон это вообще достаточно мощный инструмент для защиты интересов гражданина в нашей стране. Закон о защите прав потребителей признается всеми одним из реально работающих законов, которые очень существенно облегчают жизнь людей. В том плане, что, пользуясь этим инструментом, можно защитить свои нарушенные права, пойти в суд и получить не только стоимость товара, допустим, некачественного, но и получить реальную компенсацию в настоящее время за то, что продавец, допустим, не выполнил требования потребителя о замене или возврате денег за некачественного товара в добровольном порядке, потому что, как вы знаете, закон в настоящее время устанавливает обязанность продавца или изготовителя еще и штраф заплатить потребителю в размере 50% от присужденной ему суммы, то есть суд взыскивает еще 50% в пользу потребителя от присужденной суммы в качестве штрафа, вот такой вот компенсации, потому что моральный вред, к сожалению, судами взыскивается, да, небольшой, вот, неустойка тоже сейчас существенно снижается, но вот этот вот рычаг в виде штрафа, он действует. Ну вот смотрите, по поводу неустойки, закон о защите прав потребителей, он у нас давний, да, ему уже достаточно много лет, я сейчас не помню, в каком, не помните, Антон, в каком году он принят был? В 92-м. В 92-м, да. Но вот применение этого закона, оно все время ни шатка, ни валка, то так, то и так. Я вот как правоиспользователь и правоприменитель в плане своей адвокатской деятельности могу сказать так, что одинаковые дела очень часто судами рассматриваются по-разному. Вот сейчас как раз новое это постановление пленума, оно немножко некие острые эти моменты разъяснило, но лично в моей практике могу точно сказать, что когда мы судили с застройщиками по разным вопросам, связанным с приобретением для семьи недвижимости, часть судов говорила, да, это отношение по защите прав потребителей и применял соответствующие последствия его права как потребителя. Другая часть судов говорила, это не подпадает под действие, например, закона защиты прав потребителей. Сказали про неустойку. Есть в законе такая статья 333, которая, в принципе, позволяет уменьшать в некоторых ситуациях размеры этой неустойки. Ну да, гражданский кодекс 333, статья, которая успешно используется судами. Успешно. Сейчас как раз в новом вот этом постановлении, я называю его новым, потому что было предыдущим, многолетней давности, да, оно тоже уже в июне вышло, насколько я помню это постановление. Говорит следующее, что применение вот этой статьи, о которой мы сейчас говорим, 333, по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях. Сейчас такое разъяснение появилось. Ну, пока, по моим наблюдениям, суды еще не слишком восприняли это указание Верховного суда, потому что те дела, которые мне прошли с момента выхода последнего постановления Пленума, в общем-то, они показали, что неустойка все равно снижается судами и практически без особых мотивировок. То есть, как раньше было, что суд считает, что неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства и определяет его размере такой-то суммы. Да, вот так вот, в принципе, судьи в решениях и продолжают писать. Хотя, действительно, сейчас, пользуясь вот таким вот разъяснением Верховного суда, суды должны очень внимательно подходить к вопросу снижения неустойки в делах о защите прав потребителей. На самом деле, вот вопрос с неустойкой, вопрос вообще с финансовой ответственностью. Там разные есть и в законе о защите прав потребителей, и штраф, о котором вы говорили, и пение, допустим, за просрочку выполнения. Штраф остается реальным инструментом. Но в любом случае... В нашей практике это так. Вот смотрите, какая ситуация происходит. Дело в том, что... Я не знаю, действительно, как будет работать вот это разъяснение по поводу применения и снижения итогового размера ответственности продавца и изготовителя по делам о защите прав потребителей только в исключительных случаях и с какой-то особой мотивировкой. Вот если это будет работать, согласна. А если это опять не будет работать, у нас же очень часто получается так, что продавцу-изготовителю проще производителю нарушать права потребителей. Часть из них пойдет в суд, часть не пойдет в суд. Потом еще судиться будем какое-то время, потом еще решение будет вступать в законные силы. Ну, грубо говоря, да? Или в конце концов посудимся еще полгода, и где-нибудь в конце, может быть, мировое соглашение заключим, чтобы как раз избежать вот этого штрафа. А потребитель у нас вроде бы защищенный этим законом. Мы, кстати, обязательно должны будем сегодня поговорить, каким же образом он защищен. Мы пока еще не говорим, какие конкретные преференции предоставляются потребителям. Но, тем не менее, он вроде бы на словах защищенный. А реально, вот я могу точно сказать по своим, по крайней мере, клиентам, у меня масса дел была, в том числе крупные. Реально человек рад, что, дай бог, деньги получить, хоть свои. Мы же не говорим о том, что, например, те же самозастройщики, раз я коснулся этой темы, они пользуются в течение нескольких лет очень значительными денежными средствами людей. Очень значительными, да. После чего они выплачивают какие-то по решению суда суммы меньше, чем они бы, поставки даже меньше, чем ЦБ по так называемой 395-й статье Гражданского кодекса платит. То есть им просто выгодно взять с человека деньги, а потом где-то в конце судебного этого процесса заключается немировое соглашение. И люди идут на это, потому что они говорят, господи, мне хоть свои деньги вытащить оттуда. Потому что тут же есть еще второй момент. Можно получить решение суда, и даже если это решение суда будет прекрасным и замечательным в плане суммы, потом будешь эти деньги искать еще бегать. Поэтому как в этой области, по-вашему, работает закон на защите прав потребителей, может быть, какие-то пробелы в нем в этом плане есть? Ну, вы знаете, по нашим наблюдениям, с тех пор, как в законе появилась норма об обязательном взыскании штрафа в размере 50% от присужденной потребителю суммы, ситуация сначала в пользу государства. Так новый пленум сейчас разъяснил, что эту сумму штрафа надо взыскивать в пользу потребителя. Там в статье вообще не написано, надо так сказать, что в статье закона это очень интересная вещь. Просто поменялась правоприменительная практика. Там не написано в пользу кого? Там написано «взыскивается штраф». В предыдущем постановлении пленума в пользу было написано «государство», и как раз вот «союз». Так вот сейчас он в пользу потребителя идет. Конечно. Вот, так с тех пор, как появилась эта норма, все-таки ситуация постепенно начала налаживаться, потому что мы смотрим даже по тем объемам обращений. Вы знаете, ведь люди все-таки идут к нам в основном по спорным ситуациям, да? То есть там, где все ясно, редко возникают проблемы, и скорее продавец, изготовитель, исполнитель удовлетворяют требования в добровольном порядке, видя, что им тут, собственно, делать нечего в суде, потому что они проиграют. Что касается вот таких спорных моментов, мы начали замечать, что все равно ситуация улучшилась, и чаще требования потребителей стали удовлетворяться добровольно. Без судов. А именно потому, что сейчас над контрагентом потребителя висит угроза в виде штрафа, который он все равно заплатит. Но у нас всегда висела эта угроза, просто раньше штраф платили государству, сейчас штраф в пользу того, кто подал иск в суд. Вот исходя из наших данных, да, все-таки сейчас постепенно, но неуклонно, количество споров, доходящих до суда, снижается. Раньше действительно было так, как вы говорите, вот эта неустойка, которая существовала как мера ответственности за невыполнение требований потребителя, она никого не пугала. Действительно, продавец или исполнитель, они были готовы идти в суд и добиваться снижения этой неустойки судом, на что суды, кстати, у нас охотно шли, понимая, что в конце судебного процесса они все равно там особо не потеряют, они лучше эти деньги в обороте прокрутят. Антон, Антон, поговорим обязательно о мирах ответственности, кстати, нерадивых продавцов и изготовителей, производителей. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня обсуждаем тему защиты прав потребителей. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Мы находимся в прямом эфире. Можно также написать ваш комментарий на сайт Финам.ФМ. Мы сейчас послушаем в программе новости и вернемся к обсуждению вопроса защиты прав потребителей. Юридическая практика Анастасии Брайчевой. В эфире «Формула права». Напоминаю, что мы обсуждаем защиту прав потребителей. 6510996, телефон прямого эфира, код Москвы 495. И также вы можете оставить ваши комментарии на сайте Финам.ФМ. У меня в гостях Антон Недзветский, извините, Антон, сопредседатель Союза потребителей России. Мы обсуждали как раз вопрос до новостей, связанный с ответственностью. А мне вот перед этим хотелось бы обсудить другой вопрос. А что же должен такого особенного делать производитель, изготовитель, продавец, собственно говоря, если он вступает именно в правоотношения, которые регулируются защитой прав потребителей? То есть если он оказывает услуги, если он что-то делает для именно граждан, для их личных бытовых нужд, для семейных нужд, не связанных с предпринимательством. Вот на что имеют право у нас люди, Антон? Самое основное. Я понимаю, что мы весь закон сейчас не расскажем. Что должен делать изготовитель? Да. Ну, в первую очередь, изготавливать добросовестно качественную продукцию и не вводить людей в заблуждение, продавая ее. Наверное, так, потому что это основные обязанности, которые вытекают из законодательства о защите прав потребителей. Ну, то есть, кстати, сразу тогда уже поясню, право на достоверную информацию, да? Для любого человека, который желает что-то приобрести, или уже приобрел, или пользуется. Ну, это вообще одно из основополагающих прав потребителей и одна из главных обязанностей производителя или продавца, или исполнителя, это правильно информировать потребителя о том, что за продукция реализуется, как ее использовать, какие у нее свойства и так далее, и так далее. Чтобы человек делал правильный выбор при покупке, правильно ее использовал, не допустив каких-либо нарушений, в результате которых покажется под угрозой безопасность его, его имущества, других людей, и так далее. Вот я какой момент хотела сказать. Естественно, любому продавцу хочется, в первую очередь, продать свой товар, который, как мы только что обсудили, он должен качественно произвести. Для этого очень хочется велик соблазн приукрасить как-то его свойства, для того, чтобы, выбирая из аналогичной, допустим, линейки товаров, потребитель именно на товаре этого производителя остановил свой выбор. Вот скажите, пожалуйста, Союз потребителей России, каким-то образом или, может быть, другие общественные организации занимаются именно соответствием, какими-то, может быть, частными вопросами или более глобальными? Соответствием той информации, которую продавцы предоставляют в отношении своего товара или услуг действительное положение дела. Вот я могу сказать, что с информированием потребителей в России о продукции, которая здесь производится и реализуется, действительно существует проблема. Если закон о защите прав потребителей как правовой инструмент работает, о чем мы сначала говорили, да, в судах работает, то вот что касается регулирования государством рынка, производства и продажи потребителям продукции, то здесь, конечно, недостатки имеются. Что касается Союза потребителей, то да, конечно, одна из основных задач Союза – это выявление подобных случаев, когда возникает опасность массового нарушения прав потребителей в связи с тем, что какой-то отдельный производитель вводит заблуждение о своей продукции, там, на этикетке, да, ну, в каких-то иных ситуациях, выявление таких случаев и обращение в суд с исками о том, чтобы суд вынес решение обязаний прекратить эти действия, довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации, ну, то есть фактически прекратить подобные нарушения. А финансовая ответственность по вашей практике значительная для таких нарушителей, продавцов? Ну, вот что касается исков о защите неопределенного круга потребителей, тут, конечно, финансовая ответственность законам не предусмотрена в случае удовлетворения такого иска. То есть это пробел? Суд обязывает нарушителей прекратить действия и довести решение суда через СМИ. Ну, то есть, смотрите, я год приукрашиваю свой товар, естественно, благодаря этому, ну, я, конечно, утрированную такую фантастическую ситуацию, но, тем не менее, да, понятно, о чем говорю, благодаря этому я продаю его больше. Я понимаю, да, о чем вы говорите. После этого Союз потребителей или другая общественная организация, прокурор там, кто-то еще, ну, увидели несоответствие той информации, которую я предоставляю, реальным свойствам моего товара, да, за счет чего я и продавала его больше. Подали в суд, пока суд уйдет, я тоже его продаю вот с этими вот, с этой информацией приукрашенной. И только после того, как решение суда уже вынесено, дело рассмотрено, вступила в законную силу, только после этого я совершаю там некие действия, опубликовал СМИ и меняю какую-то информацию. Понятно, но это как механизм общественного контроля существует, ведь, понимаете, у нас же есть административная ответственность за подобные нарушения. Так вот какая? Вот что касается административной ответственности, которая уже находится в виде ненадзорных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты правопотребителей, то параллельно, конечно же, существует их обязанность тоже пресекать подобные действия и накладывать уже штрафы, то есть привлекать материальные ответственности за то, что... А не помните на вскидку там значительные штрафы? Ну, что касается штрафов, то, конечно, размеры, к сожалению, оставляют желать лучшего, потому что за нарушение правопотребителей на достоверную информацию штраф, насколько я помню, составляет 10 тысяч рублей по кодексу об административных правонарушениях, но зато, если таких случаев обнаружится много, то эти штрафы будут по каждому административному правонарушению взыскиваться. Но имеется возможность же и приостановить деятельность такой организации, которая массово нарушает. Понимаете, вы тут затронули эту тему? Вот здесь задача взаимодействия общественного контроля и государственного, то есть мы со своей стороны выявляем подобные случаи, сообщаем о них в государственные органы, дальше уже задача Роспотребнадзора, их со своей стороны пресекать, ну и наша задача это тоже своевременно подавать иски о том, чтобы прекращать подобную деятельность таких вот недобросовестных производителей. Антон, у нас на сайте есть вопрос, просто хотелось, чтобы мы его обсудили тоже сейчас в нашей программе. Звучит следующим образом, вопрос задает Станислав. Как быть потребителю, когда его не предупреждают о наличии дефектов или царапину товара? Покупал фоторамку, после оплаты в кассе в отделе выдачи товара, сразу просят расписаться на бумаге, где прописано, что к внешнему виду претензий не имею, но мелким шрифтом. При этом ни продавец-консультант, ни рабочий, выдававший товар, не дали осмотреть саму фоторамку, где было много царапин и потертостей. Вот что посоветуется? Ну, возникает... Острый вопрос, на самом деле, хотя вроде бы простой, да? Нет, он как раз один из самых сложных, потому что если мы говорим о случаях, связанных с производственными дефектами товара, то они скрыты и выявляются в процессе эксплуатации. Естественно, что продавец, реализуя товар, зачастую о них просто не знает, что он продает некачественную вещь, поэтому он не может предупредить. Что же касается случаев, когда товар перейдет с механическими повреждениями, ну, тоже бывает так, что они намеренно скрываются продавцам, бывает так, что продавец в ходе транспортировки повреждая, ну, тоже не может знать на самом деле, какие там повреждения есть, нет. Поэтому здесь существует, конечно же, вот обязанность самого покупателя, товар осматривать, принимая. Мы все знаем, что это требование гражданского кодекса, покупатель, приобретая товар, при передаче обязан его осмотреть и принять. Вот, к сожалению, многие люди, полагаясь на добросовестность отдельных сотрудников, там, магазина, да, ну, этого не делают, верят на слово, что все в порядке, забирайте, что вы тут будете его смотреть. В итоге получают проблемы. Доказать потом, когда это произошло, на практике очень сложно. Поэтому единственным советом здесь может быть в таких ситуациях, лучше их избегать, лучше никогда вот... Ничего не покупать. Нет, никогда не пожалеть, потратить время на то, чтобы внимательно осмотреть любой товар, когда вы его принимаете. Я вот еще... Только после этого расписаться, что вы претензий не имеете. Вот, вот как раз вот это мне хотелось сказать. И дело в том, что мы сегодня обсуждаем защиту прав потребителей, а вообще какую бы тему мы ни взяли. Вот если речь идет не о генеральном директоре или руководителе организации, фирмы, которые понимают, что означает его подпись, а если речь идет о людях, которые в процессе своей жизни им дают какие-то бумаги, они подписывают. У нас настолько часто получается, что люди ставят подпись, даже не вникая в то, за что они подписываются. Я просто всем нашим слушателям, вот как раз на том вопросе, который был на сайте у нас задан, хотела бы сказать, что ничего не подписывайте до того момента, пока вам не дали этот товар. Пусть не вручили в руки, что вы можете взять его и убежать, допустим. Ну, предположим, боится продавец этого. Пусть не вручили в руки, но вы его уже достали, посмотрели, проверили, если необходимость, работоспособность. Самое главное, внимательно проверить. И только после этого прочитали, что написано на этих бумажках. Я хочу сказать, что в каждом магазине, особенно с техникой связанной и так далее, в этих бумажках, особенно мелким шрифтом написано, что, раз что расписка там отсутствует, что вы денег должны этому магазину, потому что там масса моментов, которые потом действительно влияют в суде. И моменты следующего характера, что вы действительно все осмотрели, что у вас нет никаких претензий, что все работает, ассортимент, качество, все нормально. Вы приходите домой, бывает, не вскрывая этот товар, после чего дома обнаруживаете какие-то дефекты. Ни в коем случае это делать нельзя. Предъявив потом претензию, вам в ответ получаете вашу подпись и слова продавца, ну вы же расписали, что никаких дефектов нет, вот доказательство, что товар был качественный на момент продажи. Поэтому вот случаи с механическими повреждениями, это одни из самых таких вот сложных, спорных, и очень бывает проблематично доказать, что человек уже получил вот такой товар с какими-то механическими дефектами. Ну вот смотрите, есть еще один момент тоже вот как раз к этому вопросу, если уже так случилось. Да, вот если так случилось, я просто могу сказать, как я бы поступила, скорее даже не как юрист и адвокат, а просто как человек. Если я подписала бумажки, мне дают коробочку, я ее открываю, вижу, что она вообще вот какой-то не новый товар или дефект механический внешний, ну то есть есть какие-то не скрытые видимые дефекты, а я уже подписала бумагу при этом, что вроде бы как ничего нет. Вот в данной ситуации не уходить из этого магазина, не уходить. Если проблем, хоть полицию вызывать, но осматривать надо в магазине, конечно. Все правильно. Бывают ситуации, когда человек приносит домой эту вещь, и только там это обнаружат. Либо, например, человеку привозят бытовую технику на дом в упаковке, убеждают, что не надо осматривать, там все в порядке. Человек расписывается, а скрывая там стиральную машинку, обнаружишь на ней вмятины. У меня, кстати, была такая ситуация, когда мне привозили домой, это был диван, не техник, а диван, и я заставила его полностью вскрывать. И они были страшно недовольны, потому что это была огромная процедура. И я просто смотрю и понимаю, что 90% людей, они были очень как бы удивлены тем, что я в принципе это прошу. Это была нестандартная ситуация. Вот привозят в определенной упаковке вот эту огромную вещь, и никто ее не вскрывает и не смотрит. Здесь надо в каждом случае конкретном определять, какие доказательства можно предоставить, подтверждение того, что вам уже такую вещь доставили. Да, ну вот если вы вскрываете дом стиральную машинку, она с вмятиной, вы можете в принципе свидетельские показания, наверное, предоставить, если домашние ваши видели, что машинка уже была, да, что это не вы ее кантовали по квартире и помяли, а что вскрыв вы обнаружили вот такие вот вмятины. В суде, в принципе, я думаю, реально тогда будет доказать вину продавца. Ну, Антон, знаете, тут тоже сложная ситуация. Если есть документ, в котором черным по белому написано, что претензий нет, внешний вид проверен. Есть мама, папа, дедушка, бабушка, да, которые говорят ничего подобного. Которые могут также подтвердить, что вы подписали это без проверки. Ну, давайте сделаем некое резюме, раз уж мы об этом заговорили, тем это очень важно. Во-первых, если вы приобретаете товар или вы, например, принимаете результат каких-то работ вам оказанных, да, во-первых... С работами сложнее. Но все равно у них есть результат, да, определенный. Потому что там, если вы подписали акт сдачи приемки, не проверив, да, вы лишаетесь права ссылаться на те недостатки, которые вы могли обнаружить при обычном способе приемки. Это уже законодательная норма, и здесь, к сожалению, никакие следительские показания не помогут. Что перед тем, как ставить подпись о том, что все хорошо, перед этим нужно внимательно смотреть, не нужно стесняться, что вы тратите что-то время, кто с вами тут находится, или еще нужно очень внимательно проверить внешний вид, насколько это возможно, вот при первом приближении проверить работоспособность и так далее. Или же только после, ну, естественно, кстати, количество проверить, ассортимент, если идет об этом речь. И только после этого уже ставить какие-либо подписи. Я напомню нашим слушателям, что в эфире «Формула права» обсуждаем сегодня тему защиты прав потребителей. Телефон прямого эфира 651099,6, код Москва 495. Мы сейчас выслушаем новости и продолжим обсуждать этот вопрос. Формула права в прямом эфире, защита прав потребителей – это тема программы «Сегодня». С вами я, Анастасия Брайчева, и гость студии Антон Недзветский, сопредседатель Союза потребителей России. Напомню, телефон прямого эфира 651099,6, код Москва 495. Также ваши комментарии можно оставить на сайте финам.фм. И вот Антон, как раз с сайта такой вопрос, несколько процессуальный, да, но тем не менее хотелось бы его тоже озвучить. Спрашивает Антон, и вопрос следующий. В связи с принятием постановления Пленуму Верховного Суда о неустойке подал заявление о пересмотре по новым обстоятельствам. А само дело было рассмотрено в 2009 году. Суд отказал в пересмотре, так как в 2009 году положение ГПК РФ, нам помнит Гражданско-профессиональный кодекс Российской Федерации для наших слушателей, не содержал права пересмотра по новым обстоятельствам. Кто прав, спрашивает Антон. Вот скажите, сталкивались с такими вопросами или нет? Когда уже рассмотрены ранее дела, да, а сейчас вот у нас новые указания Верховного Суда, руководящие, назовем его так, и люди хотят его применить к тем делам, которые уже были рассмотрены. У нас просто была практика, когда люди пытались взыскивать штрафы в свою пользу, которые до июня, до 28 июня этого года были взысканы в пользу государства, да, причем там иногда фигурировали достаточно крупные суммы, и, естественно, когда вышло постановление Пленума, гласящее, что штраф взыскивается в пользу потребителя, люди хотели попытаться эти штрафы приписать себе. Вот. На самом деле практика отрицательная получилась, да, все равно вот мы видели несколько судебных постановлений, где было отказано в пересмотре по вновь открывшись обстоятельствам. Вот. Хотя на самом деле мы вот этой проблемой серьезно не озадачивались, и, скажем так... Вот смотрите, Антон, извиняюсь, перебила, но все-таки обидно получается, да? У нас Верховный суд вот сейчас сделал такое разъяснение. В самом законе, в самом законе там просто не написано вообще, в чью пользу взыскивается штраф. Там просто написано «взыскивается штраф». И дальше уже каждый толкует как хочет. Я сама лично, задолго вот до этого последнего постановления Верховного суда, неоднократно требовала взыскать штраф в пользу своих доверителей. Мотивируя именно тем, что, ну, не указано в чью пользу. А истец — я. Участник, ну, условно, я, да, мой доверитель. Участник процесса он и заявляет требования в свою пользу, поэтому и штраф просят в свою пользу. Ни разу, естественно, раньше не был взыскан штраф в пользу человека, хотя неоднократно заявлял об этом в суде. Вот сейчас Верховный суд говорит о том, что да, действительно в пользу человека. Но ведь обидно получается, человек рассмотрел дело чуть раньше, и у него совершенно иное решение. Ведь вы говорите значительную сумму по тем же делам о застройщиках, например, по квартирным вопросам. Вот стоимость квартиры пополам поделите, да, вот получится, собственно, размер штрафа. Это реально компенсация для потребителей будет за все, вот, так сказать, временные и моральные потери в ходе судебного процесса. Это не один миллион и не два, это могут быть даже и десятки, только штрафы, да, в зависимости от стоимости жилья и заявленных требований. Ну, я полагаю, вы помните, что у нас же было разъяснение Верховного суда на эту тему в обзоре судебной практики, где говорилось о том, что штраф взыскивается в доход местного бюджета, поэтому, естественно, суды не могли принимать какие-то иные решения о взыскании в пользу потребителя до выхода вот этого нового постановления пленума. Вот все-таки в любом случае интересная ситуация, но я думаю, что это даже не вопрос, это уже такой какой-то некий комментарий. Закон не менялся. Вот у нас закон не изменился. Ну, видите, у нас Верховный суд может изменить правоприменительную практику, да, и свое же мнение на кардинально противоположное. Я думаю, что вашему тезке Антону, который задал нам этот вопрос, вот я от себя могла бы сказать следующее. Конечно, нужно для того, чтобы отвечать на такие вопросы, когда речь идет о судебных актах, но я профессионально, я говорю, что нужно сначала судебные акты прочитать, чтобы понять, правильно они или нет. Но, в общем и целом, скорее всего, ваше дело не выбивается из той практики, которая сейчас существует. Речь идет как раз вот о новых обстоятельствах, пересмотра дела в связи с новыми обстоятельствами. Таковой процедуры действительно не было на момент вынесения решения суда, и Гражданско-процессуальный кодекс мы теоретически не можем назад, как бы, по времени применять на те решения, которые были ранее принятия вот этого положения в гражданский процесс. Я думаю, что вероятнее всего прав суд, но более подробно сказать не смогу, просто потому что не вижу судебных актов. Мы продолжаем обсуждать тему защиты прав потребителей. Антон, ну вот мы с вами где-то вначале, на самом деле, застряли, потому что мы обсуждали, что должен сделать производитель, изготовитель, продавец, и как раз для всех сказали, что должен довести правильную, достоверную информацию о том, что он продает, изготавливает, производит и так далее. А вот если эта информация доведена правильно, кстати, это же относится у нас не только к тем, кто непосредственный производитель. Любой товар у нас сначала где-то, к примеру, производится, а потом приезжает в магазин. Да? Ну, если говорить о зарубежном товаре, то да. Товар производится где-то за рубежом, а потом приезжает в Россию. Нет, ну тут дело даже не где производится, а что это разные юридические лица. Да, один производитель, другой магазин. А кому по вашей практике стоит предъявлять претензии, если какие-то гарантийные случаи происходят? Или дефекты какие-то, пусть скрытые? Ну, вы знаете, первым вопросом для потребителя, которым должен озадачиться, вот в случае, если он уже намерен идти в суд, ну, передвить претензии, видна судебная перспектива, да, с кого эти деньги реально взыскать, вот свой ущерб получить? Потому что вы затронули этот важный вопрос в самом начале, что решение суда-то можно получить в свою пользу, а как его потом исполнить? Вот в наших российских реалиях это действительно очень существенный вопрос. Поэтому определяя, кому предъявить свое требование, надо понимать, кто более реальный должник и с кого реальнее эти деньги взыскать в исполнительном производстве. Вот, то есть закон же, он предоставляет право предъявить свои требования либо продавцу, либо изготовителю, либо импортеру, да, ну, в каких-то случаях уполномоченной организации. Можно я на секунду вас перебью, Антон? По закону вы абсолютно правильно говорите, можно и продавцу, и производителю. Но очень часто, я сама просто с этим сталкивалась, да, вот в обычной жизни, ты что-то приобретаешь в магазине, а когда у тебя возникают конкретные претензии, говорят, ой, это не к нам, это не к нам, это не к нам. Вот идите, у них там сервисы какие-то есть. В магазинах зачастую так и пытаются скинуть себя проблему, отправить человека либо в сервисный центр изготовителя, либо к поставщику, там, да, такое часто встречается. А нет ли у вас какой-то практики вот наказания таких магазинов? Ведь, по сути, это их проблема, если они продали некачественные товары, они сами должны общаться с продавцом. Здесь человек должен просто знать свои права, то есть у него есть право предъявить претензии непосредственно продавцу, потому что продавец отвечает в полном спектре тех вот прав, которые законом даются потребителю, да, этой. От продавца можно потребовать и уценки с размером уменьшения цены товара и безвозмездно устранения недостатков, и замены, и возврата денег, да. К изготовителю там более ограниченный перечень, да, там, либо безвозмездно устранение недостатков, либо возврат денег, либо замена товара такой же марки, модели. Вот. Но если говорить вот именно о возврате денежной суммы за некачественный товар, либо о замене товара, да, то тут вот я говорю, важный вопрос, с кого деньги потом реально взыскать, потому что продавцы очень часто бывают фирмами-однодневками. Вы знаете, прекрасно, какая ситуация у нас с этими общецограниченной ответственностью, да, особенно вот при дистанционной торговле интернет-магазинах. Привозят неизвестно кто, вот, в лучшем случае там вы получаете товарный чек с печатью какой-то организации и иди потом ищи, где эта организация находится, потому что реально ее вот физически нет. Более того, частая ситуация, Антон, я сталкивалась с ним просто по своей работе, когда есть стационарный магазин, он может достаточно давно работать, да, называется там, условно называется какой-нибудь Василек магазин, да, а внутри этого магазина ничего не меняется абсолютно, все, много лет работа и возникает такое чувство ложного доверия. Почему ложного? А юрлицо может там меняться. Потому что внутри там было, о, Василек, поработал полгода, Василек плюс, Василек два, Василек эко, Василек еще что-нибудь, сразу хочу сказать, что название абсолютно абстрактное и все совпадения случайны, как говорят, но тем не менее, да, и получается, что приобретя товар, к примеру, полгода назад в этом магазине, который возле твоего дома, может быть, тысячу лет уже стоит, и ты там уже что-то покупал, и Вася покупал, мы уже никогда не смотрим на печати, что там за фирма на этом чеке, храним, храним, но тем не менее не запоминаем, потому что это даже невозможно. Если это не какая-то крупная сеть, да, из известных ритейлеров, то, естественно, над этим вопросом и задачицы, и я бы рекомендовал в таких случаях претензии предъявлять изготовителя и судиться с ним. А вот смотрите, Антон. Потому что, конечно, это его первая ответственность за качество изготовленного товара. Ну, все правильно, но судиться с ним. Он, этот изготовитель может находиться за несколько тысяч километров от города, где человек предъявит по своему месту жительства ист. Потребитель же может предъявить по месту жительства ист, и это будет проблема изготовителя. Полгода приезжать на суд сначала он будет с этих трех тысяч километров с представителем. Ну, сейчас все-таки, я не думаю, что это вызовет серьезные препятствия. Суды, по моим наблюдениям, рассматривают дела все же быстрее, в Москве, по крайней мере. И полгода ждать, пока соизволит производитель приехать на суд, никто не будет. Вот смотрите. При неявке там второй, третий раз уже будет. Вот смотрите, у нас идет подача иска в суд. Дальше идет подготовка, после чего судебное заседание, если не является сторона, может быть второе судебное заседание, но теоретически уже на втором может быть рассмотрен. Значит, это примерно три месяца. Я сейчас минимальный такой момент беру. Да. Дальше месяц, срок на апелляционную жалобу. Подачу еще месяц, эту жалобу можно подать в последний день. И плюс еще назначение. С назначением вообще полная беда. Да, я могу сказать, и, собственно, я не стесняюсь назвать, в Люблинском суде у меня тут пять месяцев только назначали апелляционную жалобу. Пять месяцев. Ну, я тоже сталкивался с такими. Потом назначили еще через полтора месяца после того, как назначили. То есть это фантастика. Да, мало того, что вы говорите полгода. Там не полгода, там весь год будет. Суды перегружены в Москве. Это же очевидно. И вот поразительно, что меры не принимаются на протяжении многих лет. Вот смотрите, результат получается. Мы вот сейчас все это говорим, люди скажут, о, не пойду в суд никогда судиться с производителями. И все же получается, вот этот вот наш условный василек, который у нас имел место быть, меняя незначительным образом свои номинования и тем самым юридические лица. Ведь он вводит в заблуждение покупателей, потребителей именно информации о продавце. По сути, в целом, если широко взять, какая-то практика у вас, у союза потребителей, вот такого рода нарушений вообще была? Потому что это, с одной стороны, очевидная вещь, а с другой стороны, когда на бумаге их еще доказать надо. Нет, ну, в том-то и проблема, что формально никто заблуждение не вводит. То есть при продаже предоставляется информация, что продавцом товара является у василек, который располагается там-то, вот, с всеми реквизитами и так далее. Но когда человек через полгода, допустим, приходит с претензией, оказывается, что там уже зарегистрировано, ну, торгует, да, уже василек-2, например. Ну, вот смотрите, у человека возникает ложное доверие. Почему? Магазин, который, я такую абстрактную ситуацию привела, который не меняется много лет или несколько лет. Вот мы сейчас с вами обсуждаем, что кому выгоднее и кому реальнее предъявить претензии потребителя, да, к продавцу или к изготовителю. Есть еще ответственное лицо-импортер, про которое не стоит забывать, если вы судитесь из-за импортного товара. Конечно, но сам-то вопрос заключается в том, что люди говорят, думают, по крайней мере, так, что если организация давно работает, заработала себе репутацию. Вот есть такое понятие репутация. А получается, что эта репутация мыльный пузырь на самом деле. Но она побуждает купить именно в этом магазине. У нас, к сожалению, репутация, она основывается на бренде. То есть под одним брендом, под одной вывеской магазина может работать множество юридических лиц. Но, тем не менее, у сознания людей будет вот этот вот бренд. Они не обращают внимания, что там ООО «Василек» или «Василек-2» или «Василек-5». Поэтому, к сожалению, у нас репутация зачастую маскируется только. Антон, мы обязательно поговорим о сложностях еще права применения, потому что, как мы уже обсуждали, этот вопрос невозможно не затрагивать. Получить решение суда, даже если потребитель решил обратиться в суд, отстоять свои права, выиграл процесс, получил вступившую в законную силу решение суда, исполнительные листы, и дальше у нас могут быть самые большие проблемы во всем этом деле, потому что закон, о котором мы говорим, он все-таки регулирует все, что до решения суда происходит. А дальше у нас идет исполнение. Мы эту тему обязательно продолжим. Я напомню, что в эфире «Формула права. Защита прав потребителей» – это тема программы «Сегодня». Телефон прямого эфира 6510996. И комментарии можно отправить на сайт Финам.ФМ. А сейчас в эфире новости. Формула права в эфире. Напоминаю, что тема нашей сегодняшнего обсуждения – защита прав потребителей. Телефон студии 6510996. Код Москвы 495. Комментарий можно также отправить на сайт Финам.ФМ. У меня в гостях Антон Недзветский, сопредседатель Союза потребителей России. И мы обсуждаем… На самом деле сложно даже сказать. Мне все время хочется и это сказать, и это, и вот это вот из разных областей. Да, настолько обширная тема. Мы уже переходим ближе к окончанию нашей программы в прямом эфире. И я понимаю, что еще столько всего не сказано, что не знаю, за что хвататься. Тем не менее, мы обсуждали о сложностях исполнения решений суда, но я бы хотела сейчас даже другую программу, не программу, а тему затронуть. Вообще, в принципе, в каких ситуациях человек может прибегнуть к тем инструментам, которые предлагает закон о защите прав потребителей. Вот мы уже обсудили сегодня, что это все, что касается продуктов питания. То есть это все, что для личных бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Но более расшифровано. Застройщики те же самые, если человек приобретает жилое помещение для себя, если мы не говорим о коммерческой недвижимости. Да, для личного использования. Проживать там застройщики. Что еще, Антон? Ну вот важный момент, который появился в пленуме Верховного Суда. Ну, как вы знаете, у нас долгое время законодательство о защите прав потребителей не применялось в отношениях по страхованию, имущественному страхованию. Это случилось после того, как в одном из своих разъяснений в 2008 году Верховный суд фактически вывел вот таким волевым решением, да, из-под сферы регулирования законодательства о защите прав потребителей, страхования. Хотя до 2008 года люди судились со страховыми компаниями, применяя закон о защите прав потребителей. Вот сейчас все-таки, слава богу, пленум Верховного Суда вернулся к тому, что к отношениям по имущественному страхованию и по личному страхованию тоже, да, применяется закон о защите прав потребителей. То есть человек, права которого были нарушены, да, он пользуется общими положениями законодательства о защите прав потребителей в страховых отношениях. Какими общими положениями? То есть он имеет право на альтернативную подсудность, то есть на подачу иска в суд по месту своего жительства, да. Он имеет право на освобождение от уплаты государственной пошлины, что важно, да, потому что приходилось людям платить довольно большие госпошлины по страховым делам, вот. Имеет право на полную и достоверную информацию о страховании, да, при заключении договора. Вот. И, наконец, он имеет право на штраф, о чем мы говорили в начале программы. Вот этот 50-процентный штраф, вот присужденный в пользу потребителей суммы, суды уже начали взыскивать по страховым делам с страховой компанией, которые не заплатили по КАСКО, например, да. То есть человек не какую-то мифическую там ответственность получает, видите, процентов по 395-й статье, на которые... Уменьшенных еще по 333-й статье. Да, еще и уменьшенных там зачастую, да, на которые страховщику, естественно, безразлично, он готов год судиться и потом там заплатить эти копейки, вот. А сейчас человек еще и может претендовать на вот этот штраф 50% от страхового возмещения, которое мы не заплатили добровольно. Вот этот вот важный момент, и я, кстати, напомню слушателям, что, в принципе, сам по себе закон о защите прав потребителей, он, ну, некая такая форма и оболочка. Ведь любое наше действие как потребители, это заключение договора, если мы уже что-то приобрели, да, мы заключили договор какой-то страхования, мы заключили договор купли-продажи, мы не подписываем каждый раз отдельную бумажку, приходя в магазин покупаем молоко, но, тем не менее, договор купли-продажи мы все равно заключили, и так далее. И вот сам по себе закон о защите прав потребителей, он стоит как бы, это сейчас немножко не юридически, я попытаюсь образно определить над этими различными видами договоров. То есть сначала те отношения, которые каждым видом соответствующим договоров урегулированы, применяются общие положения из гражданского кодекса, если договор страхования, значит, да, страхование, если купли-продажи, о купли-продаже, а потом все, что у нас как бы не попало в урегулированные моменты общие, берется уже из закона о защите прав потребителей, в том числе вот этот штраф, который мы обсуждаем. И, кстати, нашим слушателям очень хотелось бы сказать, что если ваши права нарушены, учитывая и этот штраф, и, кстати, даже до того, как штраф начали взыскивать в пользу непосредственно потребителей, сам факт его наличия, ведь продавцу в общем и целом в принципе не хочется штраф платить, неважно кому, просто не хотелось бы, потому что это сумма такая, вот, которую он не получал, это сумма реально, которая стоит сверху ответственности. Вот наличие этого штрафа очень часто позволяет судебный процесс закончить не решением суда и потом беготней с исполнительным листом, а судебный процесс закончить мировым соглашением, которым стороны, допустим, уберут этот штраф. А лучше вообще не начинать судебный процесс. Ну, если уже нарушены права, да, вот все-таки хочется тоже это обсудить, хотя время я прям, мне страшно не усмотреть, оно у нас уменьшается и уменьшается, минуты, которые остались до окончания нашей программы, но тем не менее, если уже нарушены права, ведь разный масштаб нарушений, может быть, нарушены права на незначительную для человека сумму и просто это испортило настроение, допустим, на день. А вот это, тем не менее, самый массовый объем. Конечно, потому что эти люди никуда не пишут, не идут. Допустим, он купил ручку, она тебе очень нужна, она не пишет. Допустим, я утрирую, да, как бы, и пришлось там какие-то массу действий делать, хотя ручка могла стоить 15 рублей. За 15 рублей никто не пойдет, ну, мало кто пойдет. Ну, или какой-то продовольственный товар, да, тоже человек не пойдет в суд из-за него. Вот, тем не менее, розничные магазины продовольственные очень часто этим и грешат. А вот скажите... Знаешь, что из-за какой-то колбасы человек не станет суетиться, выгонет ее и все чаще. А вот скажите, Антон, если все-таки произошла такая ситуация, ради которой человек не пойдет в суд, ну, просто ввиду ее, пусть даже финансовой незначительности, да, но она произошла, и все это очень неприятно, и не хочется, чтобы она происходила с кем-то еще и еще, потому что человек может оказаться далеко не единственным пострадавшим в данной ситуации. Вот стоит ли что-то сделать? Куда-то жалобу направить? Сделать, конечно, стоит. Стоит. Проблема в том, что на то, чтобы что-то сделать, нужно затратить слишком большое время. У нас все настолько сложно, вот такие проблематичные эти механизмы... Вот насколько я знаю, извиняюсь, перебегла. ...чтобы пожаловаться в тот же Роспотребнадзор, да. Хотя можно сейчас это сделать в электронном виде, да, вот этим надо пользоваться для тех, кто... Это минута времени. ...активно использует компьютер, интернет, да, вот они могут пользоваться таким инструментом, вот. Ну, те, у кого нет, конечно, да, они должны написать жалобу, отнести ее в территориальную отделу Роспотребнадзора, чтобы приняли... А к вам имеет смысл позвонить? Нет, если речь идет о продовольственном товаре, а, допустим, продаже просрочки какой-то, да, либо с недостоверной информацией, вот, то здесь, конечно, надо писать жалобу у Роспотребнадзора, потому что за такие дела должны привлекать к административной ответственности, вот, чтобы пресекать подобные нарушения, чтобы продавцы боялись это делать, знали, что если они что-то продадут, подобное, человек пойдет там, ну, не один из десяти, да, а хотя бы каждый второй пойдет и отнесет жалобу, и будет проверка по этой жалобе и оштрафует, вот тогда это будет действительно оказывать влияние. То есть, грубо говоря, ответственность продавцов и их какая-то, ну, нежелание, скажем так, в принципе, нарушать права потребителей, может быть, даже боязнь нарушать права потребителей, зависит от нас самих в итоге, да, если уж так говорить. Ну, вот в таких случаях, да, конечно. Ну, случаи все равно разные бывают, да, у каждого человека свое понятие значительности, для кого-то рубль значительный, для кого-то миллион, я сейчас тоже специально такие разбросы даю, чтобы не называть там каких-то конкретных цифр. просто сам факт, один будет что-то делать, а другой, ну, расстроится, махнет рукой и не будет ничего делать, но результатом-то будет то, что этот изготовитель еще раз, еще раз, ему это будет выгоднее и удобнее. То есть, мы приходим к тому, что нужно свою определенную какую-то, ну, позицию занимать, да, нести за то, что с нами происходит, в общем, в целом. Когда есть достаточная конкуренция, то самым главным рычагом является выбор потребителя, да, он просто не пойдет в тот магазин, который продал ему некачественный товар. Вот, он пойдет в другой, соседний, и там будет покупать. И тот магазин, который занимается вот подобными нехорошими вещами, он в итоге просто прекратит свое существование. Но, к сожалению, конкуренция в том виде, который у нас существует сейчас в России, она пока не настолько вот велика, что позволяет выбирать. Еще сложно, когда возле дома один продуктовый, и ты хочешь выйти вечером купить булку, хлеба и там пакет молока, да? Купил булку хлеба, пакет молока принес, а он кислый. Я утрирую, опять же, как всегда, собственно говоря. Ты не пойдешь в соседний район за магазином, мы, может быть, в этом плане развращены Москвой, потому что у нас, по крайней мере, продуктовых-то магазинов, вот, пожалуйста, хочешь налево пойди, хочешь направо в соседний дом или через один. Ну, здесь мы, по крайней мере, можем выбирать. А мы же говорим не только о Москве, в общем и целом, потому что есть, естественно, такие регионы и места и города и села, в которых выбор-то небогатый. Иногда бывает просто один магазин. И вот что хочешь, то и делай с ним, с этим магазином. Ну, раз все ругайся с продавцом. Ну, смотрите, Антон, все-таки немножко вернусь к вопросам. Обсудили, что сейчас все страховые споры, в том числе показка, это очень острые и частые вопросы и споры. Также можно подавать, применяя закон о защите прав потребителей, это дает и технические преференции самому потребителю, то есть возможность подать иск по своему месту жительства, а не по месту нахождения самой организации, с которой есть желание судиться, иметь определенную льготу по госпошлине, ну и, соответственно, применять тот же самый штраф и, может быть, какие-то другие, другой вид ответственности, если он есть. Потому что там в законе о защите прав потребителей имеется еще и ответственность за несвоевременное или вообще неисполнение добровольном порядке законного требования потребителя, да, в том числе. То есть если, к примеру, я как потребитель не пошла сразу в суд, а написала требование, нарушившему мои права организации, это, может быть, производитель, продавец, изготовитель и так далее, у них есть определенные сроки, в течение которых они, если мое требование законно, основано на законе, они действительно должны его выполнить, они должны его, собственно говоря, выполнить. Если они этого не делают, у них еще дополнительные проценты, скажем так, капают, они разные в зависимости от ситуации. Да, неустойка, о которой мы начали говорить, но вот в отношении с страховыми компаниями как раз эта норма закона не применяется, потому что она относится уже вот... Но ведь не только к страховым компаниям относится закон о защите прав потребителей. Там штраф. Да, если мы говорим о продаже некачественного товара либо выполнении некачественной услуги либо с нарушением сроков, то существует еще такая ответственность, как неустойка за нарушение срока удовлетворения законного требования потребителя. То есть если вы предъявили требование о возврате денег за некачественный товар, вам должны их вернуть в течение 10 дней. Не вернули за каждый день просрочки 1% от цены товара. Ну, хорошо, чтобы еще суды потом при рассмотрении не снижали эту неустойку, на что они, в общем, имеют право и чем пользуются. Сразу хочу сказать, что, конечно, мы обсудили страховые, вроде продажи продуктов питания, какие-то услуги, а услуг, между прочим, масса просто. Это и автосервис тоже услуги, например. Это и изготовление всего чего угодно для личных бытовых нужд, начиная от строительства домика на дачном участке строительной организации или сборки мебели. Ну, масса моментов. Все это нас окружает, все причислить невозможно. Я отдельно хотела также отметить банковские услуги, то есть услуги, которые для граждан банки оказывают. Да, тоже применяется закон. В этом постановлении отдельный термин, теперь есть понятие финансовых услуг, что очень хорошо, на мой взгляд, потому что, конечно, и в предыдущем постановлении Пленума финансовые банковские услуги были прописаны, но достаточно сложно их применять, потому что банковское законодательство, оно само по себе весьма обширное. Как мы сегодня обсуждали, закон защиты прав потребителей, он заполняет пробелы, что не урегулировано, то берется и закон о защите прав потребителей. Вот банковским законодательствам много чего урегулировано, но тем не менее мы помним, что и в этой сфере, если у вас есть какой-то спор с банком, можно подать по своему месту жительства без госпошли на определенной ситуации и так далее. В общем-то, закон должен стать настольной книжкой или, скажем так, карманной у человека в существующей ситуации, то есть он должен его читать внимательно и учиться правильно применять. То есть, Антон, вы рекомендуете всем купить брошюру и все-таки ее изучить? Он не так просто читается, юристы легко прочитают. Конечно, ведь знание этих прав, хотя бы в основном, оно настолько помогает в общении в таких проблемных ситуациях, а с такими проблемными ситуациями по нашей статистике мы сталкиваемся не менее трех раз в год, пусть даже в каких-то незначительных случаях. Вы имеете в виду каждый человек, да? Каждый человек, да. Примерно три случая в год он имеет, когда попадает в какой-то спор в потребительской сфере. Нет, у нас уже осталось буквально 30 секунд программы, но вот этот год у меня в голове крутится совершенно с другой точки зрения. В законе до сих пор прописано по поводу 30 дней в течение каждого года гарантийного срока права применения. Было таким образом, что чтобы вернуть технически сложный, например, товар, нужно было сначала прожить с ним, со сломающимся этим товаром, весь срок годности, да, гарантийный, точнее, срок, извиняюсь, и только после этого можно было уже каким-то образом судиться. Надеюсь, что эта практика поменяется. Напомню нашим слушателям, что в эфире была оформлена формула права. С вами была я, Анастасия Брайчева, ведущая гостепрограммы Антон Недзвецкий, сопредседатель Союза потребителей России. Обсуждали защиту прав потребителей каждый четверг в 11.00. Различные острые правовые темы. Слушайте нас.